Всем привет! Привет, мои хорошие! С вами Кэмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами сегодня наконец-то роллы от Епоши. Посмотрите, какой обалденный сет. Эти роллы вообще нечто. Они настолько ровные, настолько красивые, аппетитные. Пока что не пробовала. Как только роллы пришли домой, так сразу у меня твикс. У него была паника. Что, как, почем. В общем, ребята, такой вот сет стоит всего 29,90. Заказывала у Епоши. Ссылочку оставлю вам внизу. Обязательно переходите, заказывайте вы тоже, потому что я очень довольна качеством. Я всегда покупаю у Епоши. Это одна из любимых просто доставок, хотя их превеликое множество. Иногда у меня в Инстаграме там выплывают какие-то новые доставки, но очень часто раньше я разочаровывалась в доставках. Заказываю из непонятных каких-то мест, а потом получается, что приходит какая-то фигня. Как же вкусно. Здесь 70 штук. И 70 штук обойдется вам 29,90. Очень бюджетно по мне, причем очень вкусные роллы. Вау, здесь сыром. Я такая голодная. Вы знаете, давно не было роллов. Вчера хотела снять. Появились дела. Не смогла. Перенесла на сегодня. Ну, блин, это нечто. К сожалению, у некоторых доставок фотографии одни приходят совершенно другой, либо приходят очень маленькие, либо невкусные. В общем, поэтому на эту рекламу в Инстаграме я, честно, даже не ведусь. Вот конкретно вижу, нравится, заказываю постоянно. Как только я принесла домой роллы, у Твикса просто паника, что давай мне тоже. То ли ему поднадоел его кошачий корм, так и хочется домашнюю еду. Ну, роллы, понятно, никто бы не отказался. Я ему один запеченный уже положила, съел сразу, представляете? У меня подруга... Месяц, два раза, если роллы не поест, все. Говорит, у меня начинается депрессняк. Я себя чувствую несчастной. Думаю, зачем я живу? Даже роллы не могу закасать себя. Вот такая вот позиция у некоторых. Давайте сегодня будем рассуждать на интересную тему. Одна из моих подписчиц, Ксюша Челиканова, Ксюшенька, тебе привет, пишет огромное, огромное сообщение. И там она рассказывает о том, что у нее есть знакомые, они азербайджанцы, и они рассказывали ей о том, что... Я просто пересказываю, чтобы еще раз не читать. Что вы азербайджане? Очень трудно выйти замуж, если у тебя есть ребенок. И на самом деле это так или нет? Хочу порассуждать на эту тему. Если сравнивать Россию и сравнивать Азербайджан, здесь намного сложнее выйти замуж с ребенком, чем, например, это сделать в России. Я думаю, что это связано с большим влиянием родителей на мнение детей. То есть, например, в других странах, в Европе, да и везде говорят, что это мой выбор, я хочу, я буду жить с ней. А на Кавказе как-то считается, что главное это почитание родителей, родители тебя вырастили, поэтому ты должен считаться с их мнением. На самом деле, я считаю, что это не совсем правильно, потому что иногда родители выбирают за тебя, и ты остаешься несчастен. порой лучше допустить свои ошибки. И при этом просто быть счастливым хотя бы несколько лет. на мой взгляд, в Азербайджане очень тяжело выйти замуж с ребенком. Моя, например, тетя, у нее два ребенка было, развелась, 25 лет, по-моему, и, к сожалению, так и не смогла, и не захотела выходить замуж. Также у меня есть двоюродная сестра, она развелась, у нее есть один ребенок, и у нее просто куча предложений, там, выйти замуж и все дела, но каждое из предложений чем-то ее не устраивает. Она хочет жить для своего ребенка и не хочет никак устраивать свою личную жизнь. Тут, опять же, зависит от человека тоже, что у тебя в приоритете. Ну, сложно. Я смотрю один канал, там мужчина женился на женщине, у нее уже было семеро детей, представляете? Русский мужчина. Вот каким добрым человеком надо быть, чтобы принять ни одного, ни двух, ни троих, а семь детей. Я считаю, что это очень великодушный человек. На Кавказе даже принято ты женился, развелся, у тебя есть ребенок, например, мужчина, идет и женится на молоденькой, девочки находят такую, которая не была замужем, у которой нет детей, нет проблем. Вот я считаю, что это в корне неправильно, если у тебя есть ребенок, если у тебя есть прошлое, пожалуйста, иди женись на такой же. Я в ТикТоке даже подписалась на мужчину, он азербайджанец, и он принял женщину с тремя детьми и женился на ней, счастливо живут. Но таких очень мало. Очень. Потому что влияние, влияние родителей. Я когда работала в магазине техники, у нас была продавщица, девушка, и вот у нее тоже была такая история, такая неудобная, неприятная история. Встречалась с парнем, к сожалению, из-за того, что у нее есть ребенок, он решил, что нет, ты мне не подходишь, мои родители не согласятся на это. послушал родителей, ее бросил, и этим история закончилась. я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. я честно не понимаю девушек, возможно, многие меня осудят, но когда девушка без детей, без прошлого, выходит замуж за мужчину в возрасте, не знаю, с двумя браками, не получившимися, зачем тебе оно надо? Найди себе молодого. С таким багажом зачем? Так, следующий вопрос. Айка, расскажи, пожалуйста, о своих чувствах к парню, и что может произойти, что вдруг твои чувства остынут? И бывает, бывало ли такое у тебя в жизни, что ты любила-любила, и вдруг перестала любить из-за какого-то момента или некрасивого поступка? Знаете, мне кажется, любить-любить и раз перестать любить такое не бывает. Наверное, это потихоньку как он нарастает, нарастает, тебя что-то не устраивает, ты что-то замалчиваешь. Однозначно меня отвернуть может измена. Это вообще для меня это табу. Прощать измену я не стану. но не только измена может отвернуть от себя. Например, мне очень не нравится жестокость, если я увижу у мужчины жестокость по отношению к животным или по отношению да вообще к своим родителям. Вот. Я, наверное, перестану общаться с этим человеком, потому что завтра это может обернуться боком. я очень извиняюсь, не к столу, наверное, но помните историю, когда муж от ревности отрубил руки своей жене. просто она решила уйти. Он ревнобал. Вся страна, мне кажется, видела эту передачу. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, это не бывает раз и он взял отрубил. Вот был божий одуванчик, вдруг пришел с работы, решил отрубить тебе руки. Нет, мне кажется, это просто черта человека. Я так испугалась, подумала, что котик где-то рядом. Мой твикс. У нас есть дальний родственник. Однажды мы с мамой и папой поехали к ним в гости и мы должны были на такси приехать. Он сказал, что нет, я сам вас привезу. Он на машине. Мы такие, не, не надо, но он все равно приехал. Приехал, отвез. И тут у них значит собачка. Ну, естественно, собачка видит незнакомых людей, она начинает нас облизывать, не знаю, просто вот так вот бросается собачка. я была шокирована, когда этот парень, наш родственник, вышел из машины, взял и вот так вот кулаком, причем левым кулаком, прям вот так вот в челюсть дал собаке. Прошло, наверное, лет семь, но я до сих пор не могу забыть этот момент. Собакой ничего не произошло, то есть она как-то заскулела и потом наверняка собаке было очень больно. То есть она не умерла, я имею ввиду. Но, блин, такая жестокость, это уже характеризует человека. После этого мне даже весь вечер так неприятно было, я ему и сказала, я говорю, откуда такая жестокость, тебе не жалко собаку. Он говорит, да нет, я нечаянно попал, ну как вот можно вот так вот нечаянно попасть в челюсть собаки. Разозлила она тебя, не умеет себя вести собака, привяжи к цепи, ну зачем ее бить, причем кулаком со всей дури. Как сейчас помню глаза этой собаки, вот, я считаю, что если ваш молодой человек, например, или будущий муж, в нем заложена вот эта жестокость, то да ну нафиг его, да ну нафиг, ни к чему хорошему это не приведет. Вот весь вечер этот я сидела как на дрожжах, и маме говорит, да пойдем, давай увидим. Один единственный поступок и просто меня отвернуло от человека, поэтому жестокость охарактеризует человека как он внутри. Поэтому с такими людьми лучше просто не общаться, вычеркнуть их жизни и все. Зачем оно надо? А женщины наши терпят, терпят годами, потом происходит какой-то, знаете, ужасный случай, домашнее насилие. зато типа я замужем. В общем, ребята, я наелась, не знаю, сколько штук точно съела. Обязательно заказывайте, реально очень вкусные роллы, я уверена, что вам понравится. Всех люблю, целую, с вами была Кемили, пока.